Прошлый раз мы в принципе пробежались на кашут, мы пробежались по всем основным темам, сказали, мы сказали все основные темы, но большинство из этих тем мы только назвали, посуду мы тоже назвали, мы ничего не проходили вообще, мы только назвали темы и сейчас мы потихонечку начнем, я всегда предпочитаю начинать с небольших тем, которые можно очень быстро и оперативно сделать. Я хочу сегодня начать с нескольких тем, посмотрим, первая будет рыба. Тема легкая, очень легкая и тем не менее она как раз иногда может быть очень практичной. Когда мы говорим про рыбу, мы сказали, что из всех морских жителей, живых существ, я подчеркиваю, водоросли сюда не относятся, водоросли можно собирать и кушать. Поэтому если кто-то хочет делать классические, как его называют, суши прямо посреди моря, взял рис, рыбу, завернул это в водоросли, добавил рыбки в какой-то острый соус и кушает, без проблем. Нет, прекрасный вопрос на самом деле. Ответ у меня будет хитрый. А что ты скажешь про грибы? Так как они не растут непосредственно из земли. Водоросли, есть разные водоросли. Есть водоросли, которые растут именно из почвы. Есть водоросли плавающие. По крайней мере, когда мы говорим про суши, это плавающие водоросли, поэтому понятно, что это будет шиаколь. Про растущие из дна водоросли это намного сложнее. Нужно подумать, я, честно говоря, не готов к этому ответу. Цена? Ну классические водоросли, которые вот эти собирают для суши и так далее, это плавающие водоросли, поэтому там никаких вопросов нету шиаколь. Цена? Так называемая морская капуста и все прочее туда же. Цена? Шиаколь. Но снова-таки, я не готов к ответу по поводу... Я знаю, что есть некоторые водоросли, которые растут из дна. Я не слышал, чтобы их собирали на еду, но если про них спросят, то мне будет сложно ответить. Может быть, это будет буреприя дома. Я больше к этому склоняюсь, но ответа дать не могу. Мы сказали, что все, что у нас в воде, это у меня по определению чешуя и плавники. Чешуя, мы сказали, что четырех видов есть. По крайней мере, мы так позавчера сказали. Четырех видов чешуя, мы сказали, что из них два кошерных и два не кошерных. Один вид самый простой, самый распространенный, это чешуя, которую можно почистить с рыбы и кожа остается целой. Карп, амнон, лосось и так далее, щука. Они все из этой группы. Цена? Да. Судак. Если мы говорим про второй кошерный вид, их достаточно мало. Это чешуя, которая, когда высыхает, скукоживается и опадает. У некоторых видов селедки, да, к примеру. Цена? Да. То есть, ее не чистят. Просто высохла рыба, все, чешуи уже нету, она вся опала. Просто ее сполоснул после этого и никакой памяти чешуи нету. Плюс мы сказали, чешуя, как у осетра, это чешуя, где пластины врастают в кожу, сквозь кожу. И поэтому, если ты полностью убираешь пластину, то кожа будет дырявая. Или ты срезаешь, и тогда у тебя в коже продолжает торчать эта пластина. Осетр самый простой пример. Или кожа, где на коже чешуйки, они как бы превращаются в наросты, и на них еще наросты, еще наросты. Та же акула. Самый классический пример. Сон, на самом деле, тоже такой. Цена? Да. Мы сказали, что если вообще нету чешуи, теоретически, то в таком случае не кошерная. Ну, тот же зеркальный карп, мы сказали, у него есть чуть-чуть чешуи. Если есть пару чешуек, нам этого уже, в принципе, достаточно, чтобы сказать, вот есть чешуя. Мы сказали, что все ракообразные, китообразные, всякие... Ну, акулы это рыбы. Акулы это рыба. Я сейчас... Осьминоги, медузы и так далее. Как назовем моллюски? А? Как это назовем? Это много разных отрядов. Нет, это не один отряд, это разные отряды. Нет. Есть китообразные, это один отряд. Ракообразные, это другой отряд. Осьминоги, кальмары и так далее, это третий отряд. Моллюски, это четвертый отряд. Совершенно разные отряды между собой не связаны. Цена? Все эти отряды, мы по определению скажем, нет чешуи, нет плавников, отбой. Мы сказали, что плавники мы будем рассматривать вторично, потому что если есть правильная чешуя, плавники есть всегда. Поэтому если мне дают кусок рыбы с чешуей, то мне достаточно этого, чтобы знать, что это кошерная рыба. И мне не нужно проверять, есть ли у нее плавник. Цена? С этим понятно? Я извиняюсь, мы сейчас просто более подробно говорим то, что мы начали в прошлый раз. Не только потому, что вы не запомнили, а чтобы сейчас это у вас уже отложилось, и чтобы вы четко могли это написать не в письменной форме. В экзамен? Нет, не экзамен. Я хочу просто, чтобы каждый взял и написал письменно. Кошерность рыбы. Кошерность следующая. Нет, это дома, не сейчас. На русском не возьмем еще? Если хочешь написать. Кошерность рыбы. Так, так, так. У нас есть чешуя, у нас есть такие виды, у нас есть всякие виды, у нас есть некошерные. Мы понимаем, что все, что живое в море, такое, 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 некошерное и так далее. Цена? Да. С точки зрения засолки рыбы, в отличие от мяса, мы говорим, засолка рыбы, она не обязательная. Тот, кто хочет взять и съесть сырую рыбу без засолки, может. Да, вопрос. Сочувствую ему, ну, я сочувствую. Но мы сейчас говорим про вкус, мы не говорим сейчас про все заразы, которые можно подцепить из этой рыбы, или на то, что она, как правило, противная. Мы сейчас не про это говорим. Мы сейчас говорим, запрещено или разрешено. Цена? Да. Секундочку. Кстати, по поводу того, что я сказал, две чешуйки, он приводит мнение, что даже, что есть мнение, что даже если одна чешуйка, единственное, что нужно понять, что она соединена, а что она не прилипла, потому что, если чешуйка от одной рыбы прилипла к другой рыбе, то это не сделало ее кошерной. Цена? А какие есть два вида чешуи, но других? То есть, есть кошерная четыре. Я сказал четыре. Нет, я имею в виду, два кошерных и два нет. И у них есть название и определение крупа. Ты имеешь в виду, в науке по изучению рыб, как они называются? Мне это не интересует, честно. Нет, я имею в виду, вы сказали, что есть два вида кошерных, то есть они очищаются. Я сказал, что одна, которая очищается без повреждения кожи, вторая, которая падает при высыхании. И третий вид, который некошерный, если это чешуя, которая вырастает в кожу, и когда ты ее убираешь, кожа остается дырявая. И четвертый, это где это наростами вырастает чешуйки, они превращаются фактически нарост, 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 как у той же акулы, где на коже много этих чешуек. Почистить их нельзя, ты можешь их срезать, они не чистящиеся вообще, по определению. Но это считается как чешуя, да? С точки зрения науки, это тоже один из видов чешуи, но это неправильная чешуя, кошерность, она не страдает. Все равно? Если кто-то ее съест, то будет страдать, потому что кушал некошерно. Кстати, по поводу рыбы, которая подает чешуя, гмара в хулин приводит целых пять видов, но снова такие, тогдашние названия нам ничего не говорят, но мы знаем, что такие рыбы есть и сегодня. Цена? Которые как только высыхает кожа, сразу чешуя падает. И часть макрели, скумбрии, часть туны тоже такая, не вся. Кстати, туна бывает некошерная тоже. Туна есть много разных рыб, которые называют туной. Они вообще к разным родам относятся, но по внешнему виду они достаточно похожи. Есть, которые не чистятся, чешуя нормально, есть чистятся, а есть, в которых чешуя падает. Цена? Поэтому здесь нужен мозги, а внешний вид мяса очень похожий. Внешний вид, в смысле, именно самой рыбы, внутренности. Цена? Поехали дальше. Рыба, которая продается кусками. Если мы сейчас говорим в Израиле, то у меня есть ту датка шут, печать, все, я читаю. Кошерная рыба, все. Мне не нужно сейчас проверять, я не должен говорить, ой, а где кусочек кожи. Потому что я иногда в магазине могу взять уже рыбу или филе, или вообще перемолотую рыбу и так далее. У меня нету проблемы, если у меня есть печать кашута. Но, допустим, Рахамим у нас последний из-за границы приехал. В Праге сейчас идет и покупает филе рыбы. Лучше сразу скажу, что за границей вообще филе не покупать, а покупать целую рыбу. Почему? Не видно какая рыба? Нет, не это. Если есть филе с кожей, то все прекрасно видно. Проблема в том, кто и как резал. Если резали вначале осетра, а потом этим же ножом амнона или лосося, то в таком случае, извините, у меня проблема. У меня там есть часть некошерная. И нужно начинать срезать, не срезать, сколько срезать, когда это аннулируется и так далее. Если я беру целую рыбу, у меня такой проблемы нет. Я взял целую рыбу, я спокойно открыл жабры, посмотрел. Чисто. Ну, жабры я выкинул, с жабрами все чисто, дырок нет. Я открыл брюшную полость, посмотрел, все хорошо. Если могут в магазине открыть брюшную полость, по большому счету, когда открывают брюшную полость, даже если мы сейчас возьмем и срежем, то нам нужно будет срезать каких-то пару миллиметров ничего. То есть, там, где самое тоненькое. Поэтому, если вы не хотите сами чистить рыбу, говорите, пусть они вскроют брюшную полость, вскроют жабры, почистят. И все остальное уже сам. Без проблем. Вы фактически ничего не теряете. Но, если вам начинают это резать, особенно, если это рыбный отдел, который работает с рыбой на развес, и в этом отделе он будет, кроме карпа, лежать еще и сомики, или осетры, или акулы в обычных магазинах, насколько я понимаю, все-таки не лежат, но какая-нибудь другая некошерная рыба. То, в таком случае возникает вопрос, а как вообще это кушать? Потому что получается, что вам нужно сейчас это помыть, потом это взять везде, срезать слой, и что у вас останется от этих кусков? Если вы купили вот такой кусок, это не так страшно. Но если вы купили вот такую вот филешку, такой толщины, то возникает вопрос, а что там вам кушать остается, если вы срежете слой? А зачем? Со всех сторон? Там, где резал некошерный нож? Сразу скажу, что есть один очень-очень облегчающий вариант с рыбой. Это когда мы говорим про фабричную разделку. Я объясню, почему. Фабричная разделка, как правило, мы можем, в принципе, диават положиться на это, как правило, цех не занимается обработкой 20 видов рыбы. То есть, нет то, что взяли, собрали всю рыбу с океана, или с моря, или с реки, и сейчас этот рыбный цех, всей этой рыбой занимается. Как правило, там, тот же лосось. Идут там на реку, или в океане, смотря, есть такой лосось, который ловят именно, чтобы была и икра, и сам лосось, тогда это в реке. Живет лосось в основном в океане, большая часть лососей. Только нерест в реках. И сейчас ловят именно лосося. И поэтому, если сейчас режут лосося, никто не будет в этот цех привозить еще осетрину. Это цех, который занимается лососем. То есть, там все берут, почистили, порезали, упаковали, если там нужно засолить, засолили, и так далее. Поэтому, если вы покупаете, к примеру, того же лосося, лучше, чтобы он был с кожей. Если он даже без кожи, лосося все-таки достаточно легко понять по цвету и по фактуре. Мы с вами упоминали позавчера про красную икру. Но почему, не знаю, объяснять не буду, так как не знаю. Там, где красная икра, рыба тоже, как правило, красная. Ну, или какого-то оттенка, близкого к красным. Все равно? Соответственно, если я вижу, что это красная рыба, сегодня, конечно, можно много чего нахимичить и любую рыбу покрасить в красный цвет. Но фактура обычно тоже, человек, который идет покупать лосося, он знает фактуру лосося. Она отличается от фактур других рыб. Более-менее, снова-таки. Если вы знаете. И поэтому, если вы сейчас покупаете именно лосось, который фабрично был порезан и расфасован, то, в принципе, можно положиться, что его не резали грязным ножом. Даже если этот же цех резал осетрину на прошлой неделе, то это значит, что цех, с точки зрения сегодняшних правил медицинских, должен быть почищен, помыт. Может быть, не идеально, но более-менее. И после этого сейчас вы, может, скажете, ну, может быть, там в каком-то куске где-то какой-то вкус появился, может быть, здесь есть место облегчить. Все равно? Есть место и устражить тоже, но для облегчения здесь однозначно есть серьезное место. Поэтому, если вам режут в магазине, то я вам сочувствую. Если это порезано на фабрике и расфасовано, то в таком случае это не критично. Это понятно? А если в рыбе мышь? М? Мышь, если в рыбе. Мышь? Да, мышь. Прям внутри соленого лосося? Мышь. Я ловил. Мышь. Рыбу, тайминь, называется. Внутри мышь. А, ты имеешь в виду, что она ее съела? Да. Они питаются. Я понял. Значит, вопрос к тебе, как к рыбаку. Еще раз. Я спрашиваю тебе вопрос, как к рыбаку. Когда ты ловишь тайменя, ты внутренности выкидываешь или кушаешь? То, что переварилось, уже мышью не является. Я сказал, карп тоже кушает все, что угодно. Все, что попадет туда, он будет кушать. Будет там падаль, он будет ее кушать. Будет гнилая рыба, будет гнилой сом, он будет кушать. Все кушает. Мы не говорим, что из-за того, что он что-то скушал, то, что у него находится в кишечнике, мы выкидываем. Мы ни кишечник, ни желудок не кушаем. Единственное, что мы из брюшной полости достаем у рыбы и кушаем после промывания, это или икра, или молоки. Все остальное, насколько я знаю, я не рыбак. Я ловил, конечно, несколько раз в жизни рыбу, но рыбаком я уж никак не являюсь. Поэтому, если ты сейчас почистил и ты увидел, что там в кишечнике лежит у него хоть 10 мышей, ну и что? Был ему бы то овон, теперь тебе бы то овон. Насчет таймения, кстати, он кошерный, вон у него чешуя нормальная. Но он не лососевый. Или да? Это хищник или не лососевый? Хищник. Хищник – это определение, которое меня совершенно не интересует, определение кошерности. Никак. Цена? У нас нету такого, я не знаю, кто придумал. Лососевый. А? Лососевый. Не понял. Таймень лососевый. Таймень лососевый? Безусловно. Это речная. Есть речные лососи? Есть несколько видов речных лососей. Амур – это тоже лососевый, тоже речной. И так далее. Безусловно? Если он хищник не передает, ли хищник через свою кровь характер хищника, когда мы его едем? Чисто технически сейчас. Чисто технически ты человека тоже можешь назвать хищником. Я парбе. Ты хочешь сказать, волк не парбе? Но мясом. Нет. А почему нет? Нет. Почему нет? Мясом называется только мясо кошерных животных. Свинина – это не мясо. Это интересно. Согласен. Свинина – это свинина. Это животное, которое запрещено. Если сваришь свинину в молоке, ты не сделал никакого запрета. Цена? то. Так, это мы проскочили. рыбные консервы. Рыбные консервы. Вспомню, юношеские годы, когда только еще в Донецке начинал соблюдать. Тогда нам сказали, что вы можете кушать? лосось, шпроты и сардины. Принцы про скумбрию тоже сказали, но не помню почему-то, ни разу не помню, что бы я кушал. Про ставриду сказали не кошерное. Ну, я говорю сейчас из консервов именно. В принципе, понятно, особенно, если находишься в Израиле, ты покупаешь рыбные консервы, проверяй кашут. Если ты покупаешь и у тебя написано, что это рижские шпроты. Рижские шпроты слышал от знающих людей, что там весь завод проверенный, поэтому все рижские шпроты, так сказать, рижское золото, так называемое. Гамма-А. А? Гамма-А. Что такое гамма-А? Я тоже. Рижское золото, оно считается по определению все кошерное. Я знаю, что, допустим, эстонские шпроты, Таллинн. Там часть кошерная, часть не кошерная. Потому что у них есть цеха, которые работают только на шпроты, а есть цеха, которые работают часть времени на шпроты, часть времени не на шпроты, и там нужно проверять. Нужно проверять. То есть, теоретически, когда я 30 лет назад кушал, я не проверял тогда рижские или не рижские, потому что снова-таки, бидеават, если этот цех все равно сейчас работает на шпротах, бидеават это да, кошерно будет, потому что как-то должны были плюс-минус помыть цехи, и ножи, и все прочее, и посуду в этом цехе, но это бидеават. Мы стараемся здесь исходить из лихадхила. Все равно? Туну, я сказал, туна может быть кошерная, может быть не кошерная, поэтому однозначно обязаны, чтобы была ажгаха у консервов туны. Если тебе дали кусок рыбины, на которой есть кожа, мне не нужна ажгаха. Наблюдение. Машгех слышал такое? Значит, мне не нужно, чтобы было какое-то постоянное наблюдение логическое, которое мне скажет, это кошерная рыба. Я взял кусок туны, смотрю, вот это сразу видно, что это чешуя, кошерная чешуя. Могу спокойно кушать, но извините, в консервах никакой чешуи вы не видите. Поэтому с туной даже бедиавад никаких вариантов сказать. Но это же туна! Нету. Со шпротами есть варианты бедиавадные. Лосось, лихотхила, проверяем, что написано, нет бедиавадной, есть варианты. Если я говорю сейчас про туну, обязан, чтобы у меня был кашут. Или там печень трески. Нужно проверять, что есть кашут. Печень трески в Израиле тоже продается. Так что будто. Говорят, что мозги у этой рыбы вообще вкус свинины. Не знаю, не проверял. Так в море написано. Если это та же рыба. А кто проверял? Кто писал в море не проверял. А? Кто писал в море не проверял. Почему? Потому что проверял. Кушал свинину? Нет, А как вам можно? Очень легко проверяется. Запах? Нет. Даешь это не еврею. Какой вкус свинины? Надо сам редиска. Редиска. Снова таки, если это какие-нибудь солености и так далее, обязательно, чтобы был кашут. Сэна? Сардины. Сардины. когда покупаешь, большая часть сардин продается так, что ты фактически там у тебя 3-4-5 рыбок внутри банки. Ты по рыбке видишь прекрасно. Она с кожей. Ты видишь не саму чешую, иногда и чешуя тоже, но ты видишь следы чешуи и тогда все понятно, все прекрасно. Если она большая, то лихатхила снова таки мне нужно, чтобы было проверено. Соленая рыба, копченая рыба. Да, мы сейчас немножко в другую тему влезаем, которую потом мы будем еще затрагивать, которая называется еда в некошерной среде и так далее. Но если есть соленая рыба, не еврей засолил рыбу. Если сейчас Давид привез соленого омуля или тайменя из Сибири, можно его кушать или нельзя? Можно. Это же не варка горячая. Значит, кожа я вижу, чешуйчатый или нет. Варить это не варили. Значит, я без малейших проблем могу таранку, то есть сильно соленую или малосоленую, как делают очень часто с лососем, я могу спокойно покупать такое и кушать. Все мы сказали, что если кожи нету, то в таком случае вопрос опознания. Если кто-то принес держал кошерную рыбу, кошерную, а после этого совет, считается ли это в одном бочке? есть такая проблема, если это селедка, которая бочковая. Знаешь, такая бочка, в бочках селедка, то есть ее засаливают не сухой, как таранку, а ее именно окунают в рассол и она в этом рассоле живет там себе месяцами. пока ее не берут на продажу. Цена? Если там есть не кошерная рыба, проблема. Но снова таки, если мы говорим про что-то домашнее малые масштабы, то у меня сразу вопрос, ага, есть большая вероятность, что он себе все подряд делал, а мне просто продают это. Если мы покупаем с фабрики, то там вероятность этого есть, но она мизерная. И поэтому если тебе это не попадается, то это теория в основном. Цена? то есть место облегчить, скажем так. Когда мы говорим про копченую, есть у нас холодное копчение и горячее копчение. Горячее копчение это будет проблема, это не еврейская варка. Если это холодное копчение, что такое холодное копчение? соль намазать. Никакой соли. Холодное копчение. На дыму. На дыму. То есть от огня отводят дым, проводят по трубе, он отдает трубе весь, всю температуру, и потом, а? А дыму? Да. и холодный дым, он тоже делает своего рода обработку, консервацию рыбы, и такую рыбу очень, я помню, что в Советском Союзе было довольно много всякого холодного копчения рыбы. Не только горячего копчения было. Я не знаю с точки зрения, что дороже, что дешевле, это меня сейчас, что более распространено, что менее. Может быть, даже там в начале этот же дым шел так-сяк. Сейчас дым, который холодное копчение, мы говорим, это у меня никакой здесь уже нету варки. А горячее нельзя? Горячее нельзя. Цена? С мангалом будем разбирать сухарку. Рыбу? Ну, допустим, да, на решетке рыба там, не еврей там, на решетке. Если он на решетке жарит, то что может быть больше не еврейской варкой, чем он жарит на решетке? Нет, если, допустим, все хорошо, но все равно, да, это такое. А если огонь, допустим, тело и фрейм, жарит не еврей? Тогда ашкинозим могут облегчить, сфарадим не могут. Я стараюсь так не облегчать для себя. Но ашкинозим могут облегчить так принято, что это достаточно распространенное облегчение у ашкинозим. У сфарадима нет, оно не было принято по определению. Да? На огне нельзя. В смысле, на огне нельзя, если не еврей сделал. Ну, еврей можно. Естественно. Гриль, мы про гриль сейчас и говорим. Нет разницы между мясом и рыбой. Никакой. Я помню, был как-то в Киеве, зашел в... это... в... Ну, как это... Церковь. А? Церковь. Какая церковь? Синагога, как называется, главная. На Бродского. Не, не на Бродского. На Подоле. Значит, зашел там в ресторан. Смотрю на... Заказал мясо и смотрю на поваров. такие... нееврейские. Я помню. Если видели, значит, внизу. Значит, и посмотрел я на них, позвал официантка. Официантка как раз девочка явно еврейского типа. Говорю, а что там с нееврейской готовкой? Она говорит, сейчас позову ответственная. Пришла ответственная. А, или я спросил, Можги Ахашута, она позвала там какую-то тетку. Я говорю, а что тут с нееврейской варкой? Она говорит, ну, мы, говорит, зажгли огонь, они готовят. Я говорю, можно поучаствовать. Она говорит, а ты сфороди. Я говорю, не сфороди, просто устражаю. Она говорит, да-да-да, сейчас я им скажу. Сказал, я пошел, перевернул, там, пошередил разок в угольках и вернулся обратно. Они уже доготовили. Я принял участие. Для Ашкиназим в принципе это более-менее достаточно, хотя лучше устражить и принять участие в самой варке, а не только в огне. Я могу принимать участие просто смотря на этот процесс? Или я должен что-то сделать? Не понял. Я могу, ну, допустим, если я сделал огонь и жарить нееврей, я могу участвовать просто смотря на это или я должен что-то сделать? Делать. Смотреть это не участие. И это уже является качественной 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 Еврей должен быть частью процесса. Он не должен делать весь процесс от начала до конца. Это в вине мы увидим там нееврей появится на секунду. Все. Он уничтожил, он может уничтожить за секунду партию кошерного вина. Партию, не бутылку. Но если мы сейчас говорим про готовку, там достаточно участия. Сэн? Икра еще раз повторим. Черная по определению мы знаем всегда, что она у нас черная икра у нас всегда по определению не кошерная. Был я как-то здесь на свадьбе с очень крутым кошрутом подают черную икру. покрашено черную. Это русская свадьба. В израильской свадьбе никогда не видят такое дело. Если имеется жениха с невестой, кошрут очень даже себе спокойно израильский очень хороший. ты можешь с бабушкой спорить бабушкой спорить? Можешь. Если ты не будешь спорить, то грош тебе цена как еврея. Никакая. Значит, это была нефтяная икра. У меня рука не поднялась попробовать. А? Да. В России тоже большая часть черной икры делают из нефти. Что ты думаешь? Не в чем. Делают из нефти. А как это из нефти? Нефть это органика. Как? Как вам кверху? Начинаешь быстрее ходить. Похоже на барбей. Ты имеешь в виду, как делают шарики? Добавляй там какой-то желатиновую массу, чтобы она делала определенной величины там делают шарики? Это не по хай-теху? Это уже давно. Это начали делать лет 50 назад. Наверное дешевле в 10 раз. Не в 10 раз, я думаю, а в 20 раз. Если не в 500, она очень дешевая. Ценится дешевая. Не ценится. Вкус она чуть-чуть похожа, но неполезности и вкус все-таки не совсем тот. А вид выглядит как черная икра. подставляет в Израиле. Мой друг союза подставляет в Израиле. Кому? черную или красную? Не знаю, что-то надо проверить. Что-то он там подставляет. Походу это черная. Подставляет черная. Да. Это тоже правда. Он не самый большой, он третий. Он на третьем месте в мире. Что? Страусиного мяса тоже Израиль один из лидеров. Пол Европы кушает израильское страусиное мясо. Да? Нет. Страус не кошерный. Их начали выращивать вначале на перьях. Потом решили 200 килограмм мяса пропадает. И начали продавать на Европу. Что? Яйца 50 долларов стоят. Ну вы все это. Но яйца тоже продают. яйца меньше. Здесь в основном на мясо их выращивают сейчас. Кто? кошерным таким бизнесом занимается? Есть. Мне кажется и красный смотри хороший вопрос. Если мы сейчас говорим про то что ты выращиваешь для неевреев в чем проблема? Как есть моритая может не трожит снова таки ты там ничего не кушаешь у тебя моритая это когда кушаешь не когда с точки зрения выращивания есть закон что запрещено выращивать в Израиле свиней это закон но это отдельный закон именно по поводу свиней почему свинья более не кошерная чем все остальное потому что в Европе свинья на протяжении нескольких столетий было символом антисемитизма то есть хотели евреи испоганить жизнь тыкали ему куском свини свинины не чем-то другим поэтому он получил свою символику с точки зрения символики не с точки зрения того что оно более не кошерное даже здесь в зоопарке если пойдете как-нибудь гулять там есть пекаре на самом деле с точки зрения науки даже есть отделение свинообразное есть свиньи и пекаре это разные у них желудки немножко по-разному у них пальцы немножко по-разному но внешне с точки зрения пятака по которому хочется и с точки зрения рогульки хвостика точно такие же и там большими буквами на иврите на идише написано это не свиньи это не свиньи причем они даже бегают малышня у них полосатая точно так же как у поросят диких но это не свиньи это кстати это абсолютно правда свинообразные но не свиньи совершенно другое семейство кабан это свинья кабан в израиле бегает даже в шило бегают кабаны я сейчас был на семха тору в гостях у меня там хозяин вышел посредине покормить покормить своих коз и по ходу дела прогнал несколько свиней которые там гуляли кабаном называется мужского пола женского называется свинья есть такой момент похоже на кожу человека и что я тебе скажу что из всех животных самое близкое к сердце к человеку не у гориллы не у шимпанзе а у свиньи и печень не кожа сердце сердце печень и многие другие внутренние органы и кожа тоже похожа нет 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 нету такого мнения еще раз все глупости которые слышал где-то как-то это глупость то что ты сейчас говоришь это глупость никакого отношения не имеет у нас про свинью очень четко написано в торе что это одно из животных у которого есть один кошерный признак и так как только один а не два поэтому кушать нельзя все мы закончили эту тему нету она похожа на человека нет а про ю мы будем ее кушать да? про ю в Ганедене мы будем ее кушать молоко а Ганедене ничего не кушает да у меня есть такой левиафан я слышал такое про левиафана да но левиафан это не свиня есть такое про левиафана что это свиня нет такого есть такое объяснение что свиня имеет вот этот знак некошерности в единичном числе потому что она не дошла до конца не дошла и когда мы будем на том уровне то и она будет на том уровне что мы будем ее кушать смотри это как мидраж я это сейчас страшно не приму отвлекусь немножко мы все равно добавочную тему не сделаем а рыбу мы быстро добьем как-то было дело приходит ко мне парень и говорит вот я Рававраму сказал на уроке я был матрихом тогда еще не преподавателем я Рававраму на уроке сказал что Мошер Абейн у него был рост 5 метров а Рававрам на меня напал и сказал что это неправда и то и сё понятно что он был обычный рост но я слышал то что такое слышал если слышал можно поискать посмотреть он говорит ну посмотри я говорю так не указывай волк ты не это не борзей самое смешное что он я его недавно видел он до сих пор помнит что что-то спрашивал он не помнит что хотя я его сказал если хочешь мы пойдем вместе в библиотеку я буду он иврит тогда практически не знал я буду смотреть и тебе скажу что я нашел но мы идем вместе если ты не идешь я тогда не пойду с твоим вопросом пошел перелопатил 10 метрашей ну не все метраши а именно на эту недельную главу где рассказано про то как Моше воевал с Огом и из 10 в 5 нашел в 5 нашел во всех 5 этот метраж занимал 2,5 строчки Моше Робейну на ромите но Моше Робейну был ростом 10 локтей подпрыгнул на 10 локтей взмахнул своим оружием длиной 10 локтей попал по Ахиллесову сухожилию Огу тот упал умер все он говорит ну все ты нашел я говорю что я не понимаю что здесь написано ты понимаешь он говорит нет ну какая разница написана нельзя так и после этого я залез в итоге в Маораля Гурария есть у него комментарий такой краши недельную главу и там у него этот метраж был на страницу а не на две строчки и там он расписал по поводу того что Муше Робейну достиг совершенства 10 локтей это 10 совершенства нигде не написано что он высокий был значит он достиг совершенства в своих действиях это его прыжок не то что он умел прыгать на 5 метров в высоту без шеста нет какой баскетболист прыгнет тебе на 5 метров тебе и на 2 никто не прыгнет особенно взмахивая оружием и взмахнул оружием и те инструменты которыми пользовался были совершенные и там расписывается откуда мы учим что 10 это совершенство приводится Арон Абрид его высота полтора Амаба Хейтси это 9 Тфахим и крышка еще Тефах сколько получается 9 плюс 1 Тефа он там приводит еще пару вещей которые тоже мы видим что это 10 совершенства полноценность полнота и получается что с точки зрения роста никто не сказал что это рост Медраж очень редко очень 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 редко хочет восполнить пробел реальной информации Медраж почти всегда он по названию Драша он дает тебе углубление какой-то мысли то есть почему сказали этот Медраж нужно думать если ты сейчас говоришь Медраж который идет в противоречии с текстом или с Аллахой Турабиосе Аглили в 32 правилах изучения Медража пишет Агады он пишет так комментировать нельзя у Медража тоже есть свои границы да они очень широкие ты можешь всегда сказать шевим по ним ле Тура и так далее пока ты не противоречишь тексту Торы и пока ты не противоречишь Аллахе как только у тебя появилось противоречие все забыли то что ты сказал это глупость и это не в расчете поэтому если ты говоришь какой-то Медраж нужно подумать что пытаются им сказать вполне возможно что этим Медражам хотели сказать какую-то важную мысль и может быть такой Медраж есть но ты пытаешься вывести из нее Аллаху ты сейчас говоришь в будущем это будем кушать это Аллаха кушать это Аллаха кушать это тоже и метафора еще раз есть можно кушать Левиафана в Ганедоле это же тоже понятно это метафора значит в таком случае если ты говоришь метафору то ты должен объяснить что ты хочешь ей сказать если ты не знаешь что то в таком случае то что сказал Рававрам тогда волку и вообще вы помните как я начал разговор а вы знаете что мы будем кушать Левиафана если это было как еще раз это одна из причин по которой я если кто-то из присутствующих придет ну не знаю может быть может быть я сделаю исключение для Элиезера насчет Минахима может быть тоже не знаю надо будет поговорить с Элиезера с точки зрения того что я с ним учился я понимаю с Минахимом я меньше понимаю насколько стоит учить просто Мидрашим без объяснения человек должен иметь очень приличную базу для того чтобы учить Мидраш если ты просто говоришь Мидраш особенно когда ты его говоришь в шутку то это может привести к очень страшным последствиям потому что человек говорит а я слышал и потом наслышал второй добавляет а я слышал а третий говорит ой а я слышал что есть сгула и потом мы слышим невероятные вещи все кто виноват на русском испорченный телефон рыбий жир рыбий жир можно нельзя конечно если я знаю что кошерная рыба то можно если нет то нет потому что есть очень много некошерных рыб и сказать что кошерный рыбий жир мы сказали все что вышло из некошерного некошерное поэтому однозначно рыбий жир есть у меня нет подтверждения нельзя тюлень и жир можно спрашиваю тюлень кто сказал глупость я понял тюлень и у него плавники конечно есть лапы у него превратились в плавники шкура шерсть шерсть это млекопитающая тюлень некошерный а наружное применение наружное можно если кто-то хочет взять кожу хочет взять намазать этим жиром чтобы кожа не трескалась к примеру один из на севере одно из применений животных жиров это смаживать кожу чтобы она не трескалась можно использовать любой жир любого негошерного живота и свином тоже обувь свиную носишь носишь и никто в обморок не падает жир входит в клетки тела это если позе как мазь нет как мазь нет мазь нет я имел ты имел ввиду наружное для кожи нет наружное для кожи нет я имел использование просто использование как жира для кожи для кожи для одежды кожаной я имел ввиду нет нет но если есть пикох нефиш то да то есть если человек сейчас понимает что тонет и сейчас окажется в очень холодной воде если он намажется жиром то ты зря смеешься то если он намажется жиром то у него есть шанс в этой воде выдержать час полтора если он не намажется жиром то у него есть шанс выдержать в этой в воде от полминуты до полутора минут. Нет, это разница, плюс-минус. Для обычного человека. Понятно, что тогда намазаться можно. Цена? Топ. Червяки, мы сказали, где мы проверяем. Цена? Жабры и внутренности. Если у меня есть явные дырки из внутренностей, то, извините, если у нас сейчас не наступил голод, когда пику ох-нефе, что мы можем там перебирать, перебрать рыбу и найти червяка, это почти нереально. То есть там, где пленки от внутренности или от жабр, там эта дырка видна прекрасно. Внутри мяса они будут просто раздвигать слои мяса и проходить между ними. Ты дырку вообще видеть не будешь. Разве что, если они где-то что-то погрызли. Но куда они проползут, ты ее видеть не можешь. И поэтому разрешить рыбу такую нельзя. Цена? Снова. Пику ох-нефеш. Единственная рыба, которая осталась... Цена? Не умирай с голоду. Но просто так, если у меня есть дырка, мы эту выкидываем. Цена? А пока вы говорили про заморозку, что можно заморозить и убить червя изнутри рыбы. Я такое не говорю. Нет, а что, откуда это? Можно заморозить? Это главный вопрос. Если ты заморозил рыбу, то ты заморозил червя. И значит, ты сделал кошерного. И ты его будешь кушать, не кошерного червя. А зачем заморозить тогда, чтобы убить червей? А? Зачем мы замораживаем, чтобы убить червей? Я не знаю. Я не замораживаю, чтобы убить червей. Значит, я перепутал. Я про муку могу сказать. Про муку мы просеиваем муку. И даже если там остаются... Просеиваем через обычное сито, а не через шелковое. И после этого, если червяки все уйдут. Личинки, то есть яички, может быть, где-то останутся. Для того, чтобы вышли новые червяки, нужно там несколько дней. Если я просеял и сразу после этого заморозил муку, и сразу после того, как разморозил ее, скушал, то в таком случае у меня запрета нет. Потому что червяков там нет. А личинки я не вижу. Они слишком маленькие. Если у каких-нибудь насекомых личинки такие есть, то такие личинки, естественно, запрещены, потому что я вижу их. Но если личинки, малюсенькие, я их не вижу, они не живые. Кстати, микроорганизмы в воде и в воздухе, которые под микроскопом очень легко рассмотреть, меня тоже не интересуют. Я могу спокойно пить воду, которая чистая моим глазом, и дышать воздухом, который для меня чистый. Я не должен сейчас это кипятить, спиртовать и так далее. Рыба с мясом. Мудрецы запретили часть вещей из-за опасности. В принципе, это отдельная глава есть. Здесь целая глава. Секунду. Написано, их нельзя варить, нельзя жарить, нельзя выпекать вместе. При этом разрешено готовить рыбу в мясной посуде. Седор? Да. Но, чтобы они не были вместе, есть некоторые устражения по поводу острого и так далее, чтобы не было там. Когда мы говорим про мясо с рыбой, мы их подаем на стол по отдельности. То есть, у меня в тарелке ни в коем случае не должно быть их вместе. Более того, тарелку между ними нужно или поменять, или помыть, или хотя бы вытереть начисто. И тогда я могу переходить в одной и той же трапезе, покушал рыбу, после этого мясо. Есть такое понятие ММЦИМ. Сегодня его мало кто делает. В Марии она упоминается про полоскать рот или покушать что-то между рыбой и мясом, чтобы не кушать одно за другим. То есть, я, если там на какой-нибудь свадьбе, шведский стол перед свадьбой, я взял там немножко рыбы поклевать, после этого я возьму, выпью стакан, и только после этого я возьму поклевать что-то из мясного, что там есть, а не нагружать и топтать. Объясняется, в чем такой большой ужас? Как вы себе делаете? Есть разные объяснения. Самое простое объяснение это в рыбе практически всегда есть кости. И когда ты кушаешь мясо, ты кушаешь с аппетитом, рыбу ты кушаешь аккуратно. Поэтому мудрецы сказали от греха подальше. Но это касается и той рыбы, у которой костей не будет. Седр. Секунду. Если за столом сидят снова-таки на свадьбах очень часто бывает, первая порция решена, первое блюдо подают на выбор. Ты хочешь рыбу такую, ты хочешь рыбу такую, ты хочешь печенку, ты хочешь еще там еще что-то. Ты хочешь рыбу, ты хочешь печенку, я не знаю, не видел. А я сейчас говорю некогда сперва. Я говорю, когда на свадьбах то тебе подходят официанты, предлагают. И может быть ситуация, что я захотел рыбу, а Джимми захотел печенку. и мы сидим за одним столом это не проблема у меня своя тарелка я кушаю с моей тарелки у него своя тарелка он кушать за своей тарелки проблемы нету проблема будет если на некоторых свадьбах сожалению это делают обычно это свидетельство о плохом кашуте когда и рыбу и мясо ставят на выбор на столе берите сами потому что да получается что у меня есть возможность взять и то и то в одну и ту же тарелку проблема цена но если принесли мне отдельно тарелку джиме отдельно тарелку хотя у меня рыба у него мясо или наоборот что тебе больше нравится то у нас проблемы нет ни у меня